Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай, и сегодня у нас обзор ретро автомобиля. Вот такой запорожец попался нам в пути. Он на ходу, у него открывается все, можно внутри посидеть, так что прямо сейчас давайте на него посмотрим. Так, как я говорил, у него все открывается, сейчас можно заглянуть под капот, точнее. Ну, в общем у запорожцев двигатель сзади, это наверное все знают, поэтому я как бы привык, что капот впереди, но здесь вот с другой стороны. Подойдем к автомобильчику, итак, что мы имеем? Вот такой силовой двигатель, мощностью почти 30 лошадиных сил, мощь невероятная. И если сзади у него двигатель, то что же впереди, спросите вы, а впереди, ну, типа багажное отделение. Сейчас покажу вам это багажное отделение. В общем, оно вот такое. Здесь помещается запаска, здесь бак, здесь бачок омывателя, еще и аккумулятор, короче. Вот, место, ну, тут прям совсем мало места. Единственное, что может сюда поместиться, это какая-нибудь маленькая сумочка, ну, или пакет. Вот сейчас, кстати, проведу эксперимент, поместится ли пакет. Теперь самое главное, снаружи мы машину посмотрели, надо посмотреть внутри. Двери открываются. Причем двери вот у Запорожца, это самая классная, классная штука. Они открываются по ходу движения, то есть вот так. И в детстве у меня была такая байка, что на Запорожце можно приехать в деревню, открыть вот так двери и прям в стае гусей заехать и полную машину гусей набить, и будет у тебя куча гусей. Я в это верю до сих пор, между прочим. Так, присядем, машинка действительно маленькая, машинка маленькая, ну, как бы и я не очень большой человек, чтобы вы понимали, во мне метр семьдесят, и я здесь, и я здесь помещаюсь, на самом деле, во-первых, сразу, ну, во-первых, запах. Запах тут, конечно, такой очень своеобразный, старинной машины, места над головой очень много, то есть, если даже вы прям гигант, то поместитесь. Для ног, ну, нормально. Давайте покажу. Вот так, место для ног, вот это вот, это, я так понимаю, арка колеса, вот она действительно мешает, то есть, у вас левая нога будет всегда вот в каком-то вот таком положении, непонятно. Что касается интерьера салона, здесь все классически по-советски, здесь самоклеечка, автомобиль ЮССР, все прям круто, самое главное, тут руль отделанный, да. Приборный щиток выглядит вот так. Вся из органов управления, кроме руля и коробки передач. Кстати, на удивление, вот эта штука, видите, в оригинале сохранилась, хотя обычно здесь всякие розочки, знаете, вот, а тут прям, да, ручник. Вот это что-то, вот я, кстати, не знаю, что это, так это заслонка, да, вероятнее всего это заслонка. Вот, и здесь раз тумблер, два, три, четыре, ну, и здесь тоже заслонка очередная. Я все непонятное называю заслонками. Потрясающего вида зеркало заднего вида, ну, крошечное, друзья, посмотрите, очень маленькое. Здесь все такое маленькое, вот эта вот штука, да, она из полупрозрачного какого-то пластика, он мягкий, вот, но тоже она маленькая. Знаете, крутые обзорщики, они всегда, ну, чтобы показать, какое количество мест в автомобиле, они садятся сами за собой на задний ряд сидений. Как складывается сиденье, очень просто все, вот так, раз, и все, никаких ни шпингалетов, ничего здесь не нужно. Сажусь, оп, сажусь назад, сам за собой. Так, ой, а я поместился, представляете, слушайте, я даже не думал, смотрите, то есть вот я сижу, вот у меня перед коленями еще сантиметров семь есть до спинки, и там я сидел достаточно комфортно, то есть на самом деле для человека ростом, ну, 170-175 сантиметров, очень даже неплохо, то есть и по ширине тут, ну, два человека поместятся, то есть на самом деле вот ощущение, что машинка маленькая, оно какое-то обманчивое внутри, оно, во-первых, высокое, то есть выше многих современных машин, во-вторых, ну, я сам за собой прекрасно помещаюсь, то есть если бы не сейчас такую машину, вообще бы проблем с размещением в ней не было никаких. Мне нравится, мне очень нравится, еще бы, конечно, было классно на ней покататься, но возможности такой сегодня нет. А, кстати, по цене, да, вы же, тоже интересно, сколько она стоила тогда, сколько стоит сейчас, когда машина продавалась в Советском Союзе, она стоила 1800, шутили еще люди, что это ровно тысяча бутылок водки по рубль 80. В общем, можете сейчас пересчитать, взять бутылку водки, умножить на тысячу, и получится у вас цена, вот, если бы эта машина была новая. Ну, а что касается сейчас новых запорожцев, то здесь цена прям разная у меня в статье, кстати, по этому поводу есть, и видео есть на канале по этому поводу, здесь цены от 10 тысяч рублей, даже от 5 можно найти, и до 400 тысяч, и даже до полутора миллиона, в общем, такие машины стоят по-разному. Это был канал Миклуха Макфлай, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока.